Здравствуйте, друзья! В преддверии праздника 23 февраля поговорим с вами о том, как же этот праздник на самом деле появился. По традиции, мужской праздник День Защитника Отечества отмечается около 100 лет. За всю историю он имел несколько названий. Также в разные периоды времени звучали всевозможные трактовки его происхождения. Но как же и когда он появился на самом деле? За всю историю существования праздника, то и дело, возникали различные версии его происхождения. Большинство источников указывают на то, что им 23 февраля 1918 года солдаты Красной Гвардии одержали первые победы над германскими войсками в боях под Нарвой и Псковом. Примечательно, что данную версию лично предложил Иосиф Вистарионович Сталин в 1938 году. Дата успешного проведения боевых действий соотносилась и с Днем Красной Армии. 23 февраля 1942 года Сталин сдал приказ, в котором явно утверждалось, что красноармейцы нагло разбили немецких захватчиков. До сих пор эту трактовку упоминают и в некоторых работах. Однако некоторые историки настаивают, что значительных боевых действий 23 февраля под Псковом Нарвой не происходило. Им противоречит книга Черепанова «В боях рожденная», где описаны боевые действия, сопровождающиеся картами. Черепанов непосредственно участвовал в данных боях, командовал 2-м красноармейским полком. Крупных побед 23-го в архивах не зафиксировано. Однако в этот день красноармейцам удалось приостановить наступление врага, а день рождения Красной Армии связывались с этими боями, так как ее отряды выступили из Петрограда и вступили в сражение. Прежде на этих территориях воевала только старая русская армия. Вторая версия – непосредственно создание Красной Армии, которая изначально состояла из добровольцев. С 23 по 25 февраля в ее ряды записалось наибольшее количество солдат. Именно 23 февраля в крупных городах страны прошли многочисленные митинги. Еще одна трактовка выбора даты – публикация воззваний, в которых Совет Народных Комиссаров призвал людей встать на защиту Родины, революции и дать отпор захватчикам. В этот же день был объявлен германский ультиматум перемирия. Название праздника менялось исторически в связи с официальным переименованием вооруженных сил страны. С 1922 года – это день Красной Армии, с 1946 года – день Советской Армии, с 1949 по 1995 – день Советской Армии и военно-морского флота, с 1995 по 2006 – день Победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии, в 1918 году – день Защитников Отечества, с 2006 года – день Защитника Отечества. В нынешнее время, с 23 февраля, принято поздравлять всех мужчин, независимо от возраста и службы в армии. Эта традиция объясняется тем, что каждый представитель сильного пола способен встать на защиту Родины, если возникнет такая необходимость. Кроме того, мужчина является и защитником своих близких. Тем не менее, в военную службу проходит и большое количество женщин. С учетом истоков праздника, они тоже заслуживают внимания и поздравлений в этот день. День Защитника Отечества, помимо Российской Федерации, празднует и в некоторых странах, прежде состоящих в СССР. Республика Беларусь, Киргизия, Абхазия, Осетия, Таджикистан, Армения. День Защитника Отечества в России является Днем Воинской Славы с 1995 года и нерабочим днем с 2002 года. Крупы лиц, которых можно поздравлять, четко не установлены. Это могут быть профессиональные военные, ветераны войны, все, кто имеет какое-либо отношение к армии, а также граждане России, мужского пола, независимо от возраста. Спасибо за внимание.